В Екатеринбурге завершился традиционный международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Возле храма на Крови во имя всех святых земли российской просиявших были представлены 11 работ, посвященных 400-летию вошедствия на престол династии Романовых. Победителей фестиваля награждал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл на Великой Вечерине в день Рождества Христова. Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» проходит в Екатеринбурге уже в седьмой раз. В этом году его темой стало 400-летие вошедствия на престол династии Романовых. Свои работы, посвященные императору Николаю II и его семье, великой княгине Елизавете Федоровне и другим представителям царской династии, представили художники и скульпторы из Риги, Салихарда, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Таркасаля, Красноярска, Проковьевска, Чебоксар, Перми и Новоуральска. В этом году принял участие у нас 11 команд от Чебоксар до Ямала. И участники международники у нас из Риги. Тоже сделали прекрасную работу, ребята. Тема – 400-летие дома Романовых. Очень благодатная тема. Тема – примеры служения России. Выставку скульптур посетил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, который отметил большое культурно-просветительское значение фестиваля. Сейчас очень много идет развлекательного материала. И вот радостей становится в жизни меньше, от этого бездомного веселья больше. И это несоответствие, оно как-то очень так, когда задумываешься, это очень огорчает. А вот здесь продуманная работа. И мне очень отрадно видеть, что здесь есть сознание людей, что люди используют свой талант. И мы в какой-то мере можем понять ту Россию, которую мы потеряли, и стремиться к тому, чтобы в сегодняшнее время сделать так, чтобы в этой жизни что-то было более стабильно. Фестиваль проходил в преддверии Рождества. Лучшие работы выбирала авторитетная жюри, проходило и зрительское голосование. Объявление результатов фестиваля и награждение победителей состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе после Великой Вечерной. На этот раз главный приз, первое место с грантом в размере 100 тысяч рублей и приз зрительской симпатии совпали. В обеих номинациях победила работа «Вознесение» Нижнетагильских мастеров Андрея Барахвостова, постоянного участника фестиваля, и Игоря Карпушкина, впервые принявшего участие в людовом конкурсе. Специального приза митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла удостоились две работы – «Возрождение веры», выполненная сборной командой Екатеринбурга и Чебоксар, и скульптура «Предчувствие» мастеров из Латвии. Высоких оценок заслужила также скульптура «Служение», изображающую преподобномученицу Елизавету Фёдоровну в одеянии сестры милосердия у постели больного. Её авторы – команда города Екатеринбурга, удостоен специального приза храма на крови.